Домашний интернет от NewLime. От 250 рублей в месяц за 100 мегабит. Телефон на экране. Своим передовым опытом поделился с делегацией из Китая Центр активного долголетия Малаховка. Гости из Поднебесной оценили качество жизни местных жителей. Как прошла встреча и что они узнали в нашем сюжете. В Китае, как и в России, сдавать пожилых родственников в специализированные учреждения считается дурным тоном. Как правило, семья, принявшая такое решение, проходит через чувство вины и осуждения окружающих. Но опыт подопечных центра Малаховка заставляет взглянуть на ситуацию иначе. Здесь высокие стандарты качества оказания социальных услуг. Начиная с современной постройки, красивых помещений, комнат и всевозможных различных приспособлений, которые помогают и ухаживать за пожилым человеком, и делают проживание и жизнь самого пожилого человека наиболее комфортной. Приветливый персонал, специальная тяжелая мебель с закругленными углами и компьютерные датчики падения – все для безопасности постояльцев. Опыт центра настолько богат, что не жалко и поделиться. Перенимать накопленные знания приехала целая делегация из китайской провинции Цзяньцу. Во-первых, мы отметили, что в России пожилые люди получают больше помощи от государства. Во-вторых, когда мы вошли в этот центр, мы сразу заметили, как здесь удобно для пожилых людей. Вся мебель удобная и безопасная. Это мы от вас возьмем. Китайских гостей заинтересовала и финансовая сторона вопроса. В России действуют федеральные программы, по которым частные инвесторы, вкладывающиеся в строительство объектов социальной инфраструктуры, могут рассчитывать на субсидии и налоговые льготы. Гериатрический центр Малаховка построен по принципу государственно-частного партнерства, поэтому здесь есть льготные места. По стоимости услуг государственных, так же, как стоимость услуг наших государственных учреждений, здесь мы можем разместить 28 человек, но сегодня здесь находится 20. Всего в Московской области 23 стационарных учреждения для людей золотого возраста. Решение о размещении в них принимает комиссия, которая учитывает множество факторов. Среди них способность к самообслуживанию, жилищные условия, наличие родственников.